Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный Бог, мирной нас. В станице Темнолевской Ставропольского края в храме архистратига Михаила служит наш земляк, отец Дмитрий Кишунов. Он родом из станицы Зеленчукской. Настоятель в храме служит недавно. Приехал в Темнолевскую 3,5 года назад, после окончания Одесской духовной семинарии. Забот у батюшки хватает. Постоянные службы, крестины, строительство нового храма. Прихожан мало, доходов тоже. Однако каждый год во время небольшого отпуска он путешествует по святым местам в России. Это правило жизни. Помогают подписчики. Отец Дмитрий батюшка современный. У него есть своя страничка в инстаграм. Вести ее посоветовала знаменитая писательница Дарья Донцова. Она часто не знала, как правильно ответить на вопросы о духовной жизни, которые ей задавали ее подписчики. Поэтому предложила выполнять эту работу отцу Дмитрию. Донцова подписала новую страничку и первых подписчиков. Сегодня их у отца Дмитрия около 12 тысяч. Это жители самых разных регионов России, стран Европы, Америки и даже Китая. Недавно отец Дмитрий вместе с семьей побывал в очередном отпуске по святым местам нашей страны. И еще раз убедился. Россия не только великая и прекрасная страна, богатая своими святынями, но и люди в ней живут удивительные, а чудеса происходят и по ныне. Вот об этом мы и попросили рассказать батюшку. Отец Дмитрий, здравствуйте! Сегодня я хотела бы поговорить с вами о путешествиях. Потому что я внимательно слежу за вашим инстаграмом. Отец Дмитрий – современный священник. И я обидела, что вы побывали во многих чудесных местах, очень интересных, о которых каждый из нас, конечно, человек, хоть как-то имеющий отношение к вере, к православию, мечтает побывать. Вот начните ваша поездка. Расскажите, с чего началась, где вы побывали? Первое, куда мы поехали, это мы поехали в новый храм, который построился в храм вооруженных сил. Вот, она вроде такая новая наша большая святыня, да, дай бог, простоит многие века. Вот, это вот первая такая была наша цель визита, как бы, Москву, как бы, да, начали с нее. Очень великолепное здание, сооружение, храм просто сказочный, красивый. Все красиво, все замечательно, торжественно, вот, все очень, кажется, в таком, в русском духе, да, можно так сказать. Где там освещают людей, там в воде освятилось. Отец Дмитрий, потом вы побывали, вот я следила за вашим инстаграмом, Никола Пешнурский, да, такое необычное название, монастырь. Вот, честно говоря, к своему студенту, не знаю, что это такое. Расскажите, пожалуйста, что это за храм, что это за святыня, что вы там увидели? Его основал преподобный Мефодий ученик Сергия Радонежского. Вот, то есть, монастырь, на самом деле, младшей лавры, на ней всего лишь на несколько лет. Называется Пешнурский, потому что преподобный Мефодий начал основывать монастырь, как бы в общину, ну, на одном берегу реки Яхрома. А потом сам преподобный Сергий Радонежский пришел и сказал, что нет, она там в другом месте. И все полностью, все храмы, все бревна, все переносили пешком. Поэтому называется Пешнурский монастырь. Вот в честь Николая Чудотворца основанная, да. Там находится чудотворная икона, список чудотворной иконы прежде Рождества и по Рождестве Дева. Вот, очень многие молятся перед ней. Вот, онкобольные туда приезжают. Много чудес там происходило. И там уже такая большая папка написана. Современные чудеса, которые там происходили. Вот. И множество исцелений. Там сам отец Аристах рассказывал. Тут их два прикажанина. Вот, ну, как вот прямо исцелились. Обоим давали две недели жизни. У одного был рак желудка, а у другого, не помню, рак чего был. Но им сказали, что все, две недели, вам нечего делать в больнице. Езжайте домой к родным, близким. Вот. И они оба приезжали в этот монастырь. Ну, на то, чтобы там уже как бы с покаянием, вот, принимать кончину. И через две недели никаких каких-то особенных, не было каких-то признаков смерти. Они ездили на обследование и полностью, полностью здоровый организм, без всяких, без всяких там даже и намеков о том, что там был рак, вот, или какие-то болезни. Вот тут такая чудотворная икона. Ну, и, конечно же, там сам преподобный Мефодий покоится. Ну, если мы говорим о Москве, не побывать в Сергиевом Посаде, по-моему, это невозможно, да, человеку православному? По-моему, вы там тоже были, да, отец Дмитрий? Конечно, конечно. Мы сразу, у нас цель была приехать, ну, в Лавру. В Святую Татарскую Святую Лавру. И так чудесным образом мы попали к преподобному. Это было, это было пятница вечер. Мы приехали, ну, и знаете, как грешным делом, вот, мне, чтобы пойти вначале все святыни посетить, мы увидели там церковную лавку. Ну, надо же зайти там посмотреть, вот, там вот, допустим, скуфейку эту приобрел там. Ну, и, естественно, как бы, грешным делом пошли по магазинованию по святыням. И тут выходим и думаем, надо же успеть к преподобному. И приходим, и мы видим, что перед нами закрылся храм, где лежат мощи преподобного, и уже людей не пускают. Я-то был уже в мощи преподобного, а супруга ни разу не была, там, как бы, хотелось бы, чтобы тоже побывало. Ну, и тут я подхожу к охраннику, говорю, а можно нам как-то пройти? А он на меня посмотрел так, говорит, батюшка, благословите вас пропустить. Вот, я говорю, Бог благословит, и он нас пропустил, и мы зашли в абсолютно закрытый храм. Вот там уже ушла уборка, вот, до завтрашнего утра он был закрытый. Вот, мы приложились к мощам, помолились, вот, и пошли в храм, уже там, в большой храм, Успенский собор, там, сла служба, да, и мы там помолились на все наши там дни. Полный храм людей был, пятница вечер, как бы, ну, был полный храм людей. Ну, и многие женщины, конечно, мы знаем, если они бывают в Москве, ну, равно как мужчины, но особенно, мне кажется, женщины, они обязательно стремятся побывать у Матроны Московской, попросить ее помощи, заступничества. Ваша семья там была? Для себя в этом году, вообще для себя, я принял такой момент, я уже много раз там бывал у Матроны Московской, но всегда, я знаете, как, так как священнослужитель, всегда нас пропускали без очереди. Вот, и мы, то есть там очереди всегда большие, минимум, ну, я не знаю, только, ну, там, вот, с самого утра, вот, минимум 20 минут, это ты точно будешь стоять, это самый минимум, наверное. Вот, ну, я всегда, естественно, как бы, так нас пропускали, я и наглел, конечно же, и пропускали, но помолиться, чтобы успеть, я, как бы, наверное, не успевал. А так просто проскочили, пробежали, как бы так, как будто бы формальность какая-то, тоже неприятно так самому это вспоминать. А сейчас я решил полностью, как положено, в очереди встали мы, вот, и с детками, вот, всю очередь отстояли, это где-то минут 40 было, стояли, потихонечку шли, вот, приложились к мощам, вот, вот, после мне дали, ну, обычно, после, как приложится к мощам, все несут цветы к Матроне Московской, а матушки-послушницы, они потом берут и все цветочки, там, либо лепесточки раздают людям, вот, а батюшкам дают всегда букетик. Ну, я как-то даже забыл про это, вот, и я только отхожу от мощей, мне сразу матушка такой букетик дает, вот, я так, неожиданно так даже расплакался, вот, и всем дали цветочки, вот, прекрасные, тоже фотографии замечательные, ну, и, конечно же, это, ну, память тоже, подарок от Матроны Московской, пришли ни с чем с просьбой, а Матроны Московской нам, вот, подарили цветы красивые. Так, а букетик этот жив? Конечно, в гербарии сделали, вот, в детстве. А ты просил что-нибудь у Матроны Московской? Ничего не просил там. Я бы попросил бы маме, чтобы она родила ребенка. Да? Какого? Мальчика или девочку? Кого ты хочешь? Не знаю, кого бы Бог дал. Хорошо. А папе? А папе? Для папы я бы подарил, сделал так, чтобы у папы храм был, чтобы ему строят храм там, и я попросил бы ему, чтобы ему достроили бы храм. Когда я помню, мы делали передачу, посвященную нашему святителю Тихону, вот, которого, я знаю, весь православный мир знает, почитает. По-моему, вы тоже побывали, да, в этом монастыре, где останки его хранятся? И какие-то реликвии, по-моему, там еще храма Спаса Спасителя, да, вот храмы? В Донском монастыре у нас поразило то, что, я даже не знал, что вот храм Христа Спасителя, который сейчас отстроенный, но и восстановленный, на нем все вот монументы, статуи, все медные сделаны. Вот, а до революционного храма Христа Спасителя, они все были мраморные, вот. И архитектор города Москвы, он, как бы, уговорил властей сохранить эти монументальные изображения, вот, и Давид, и Соломон, и библейские сюжеты все вот, и привезли в этот Донской монастырь, вот. Вот, и в Донском монастыре, там, на кладбище стены, получается, стены ограда монастыря внутри выложено вот полностью из этих монументов, именно с того храма Христа Спасителя, который был взорван, вот, в советское время, да. И там вот, я, ну, и знать не знал, да, как бы чудом попали к святителю Тихону, там, где покоятся его мощи. Вот там, где же святитель Тихон, он и заканчивал свою жизнь, он в этом же монастыре, его же привезли, как в ссылку, и уже он там, вот у него там келья, и он там заканчивался. Ну, в свою жизнь, да. Вот, Сергей Тихон. Наблюдаясь за вашими путешествиями, перемещениями по Москве, очень радовалась, что вы побывали в Срединском монастыре. Это, конечно, такая святыня. Мы знаем у Тихона Шибкунова, я книгу его читаю. По-моему, первые «Святые святые» там упоминаются. Ну, вообще Срединский монастырь часто упоминается. Мы знаем, потому что там такие хранятся святыни не только для России, для всего мира, да. Я знаю, что там есть список Туринской плащаницы, там есть мощи, частичка мощей Марии Египетской, креста Животворящего Господня, да. Потом список Владимирской иконы, которая была келейной иконой нашего знаменитого старца Иоанна Крестьянкина. Вот расскажите, какой дух там, что вас там поразило, вот в Срединском монастыре? Очень замечательно, красиво, великолепное сооружение, здание. И просто удивляешься, что в таком, как бы, он находится в месте, ну, не видно. То есть он, как обычно, приехали, там, Сергей Лаура, да, там монастырь виднеется, там, сдалека. А вот его вот совсем его не видно, вот. Но вот мы раз, позаехали, попали, и такая красота, рай такой вот в центре Москвы почти что-то. Ну и, конечно, я не могу вас не спросить, потому что это вот, я думаю, что это просто чудо и счастье, когда я увидела, не поверила своим глазам, что вы служите не с кем-нибудь, а с самим Андреем Ткачевым, да. Это настолько известный человек, мне кажется, его знает вообще, вся страна, весь мир, потому что это известный миссионер, известный телеведущий на канале «Спас». Я с большим удовольствием смотрю его встречу, передачу его программы «Встреча», как он беседует с молодежью, никогда не увидишь ни одного равнодушного лица, как он говорит, да. Вот, по-моему, это очень талантливый человек, книги его, конечно, я с большим удовольствием читаю, они у меня еще не все, но надеюсь, что они у меня на полочке появятся все-таки все. И вдруг с таким человеком наш отец Дмитрий из станицы Темнолесской и служит. Расскажите, пожалуйста, как это случилось? Как вы познакомились с Андреем Ткачевым? Как вам удалось? Все, что не есть со мной происходит в последнее время, это все только чудо Божие. Точно так же и здесь. К отцу Андрею попали случайно, еще раз добрый человек просто предложил, точнее спросил, можно ли встретиться, а сам отец Андрея сказал, пускай давайте вместе послужим. Но только сказали про субботу, про все ночные обдения. Ну, я, конечно же, приехал, первые слова отца Андрея, он говорит, батюшка, а есть где остановиться? Я говорю, ну, конечно, я уже, да. А, хорошо, ну, а завтра будешь со мной служить? Я говорю, с радостью, конечно же, и Божественной Тергией вместе со служителем Андреем. Вот, ну и все, и мы начали, попали просто чудом, вот, отслужили, знаете, как у себя дома. То есть не было каких-то таких, каких-то страхов, переживаний, волнений, там, ошибиться, там, вот просто. Отец Андрей много мне там возгласов отдавал, говорит, давай, 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 там, ходи, там, служи. И мы за вот эти два дня так, так сложилось, что ко мне многие подходили, к новой приезжей, так же гости, и все думали, что я помощник отца Андрея, и мне там задавали вопросы. А я на них смотрю и говорю, а я при чем? Вот, я такой же гость, как и вы. То есть мне три человека подходили, да, спрашивали, а как тут, что, да как? Я говорю, не знаю. Отец Андрей очень добрый, такой, приветливый человек. И, как бы, на самом деле, он ко всем так относится. Он не только, как бы, там, к священству, там, ко всем. Вот, мы даже после службы, когда выходили, вот, там, несколько человек осталось, он с ними сел на лавочку, так, побеседовал, там, за ручку взял, поддержал, то есть утешил. Ну, как обычный пастырь, вот, только еще, как бы, ну, мы только о нем все знаем, как из телевизора, да, а его личную жизнь, конечно же, мы не знаем. А так, он обычный добрый, добрый пастырь. Отец Дмитрий, когда служили с Андреем Ткачевым, какие чувства испытывали? Что было в вашей душе? Что происходило? Легкость. Легкость, как бы, и в то же время радость, милость Божьей, что Господь сподобил так вот, как бы, послужить. Ну, как бы, ну, мы не можем отца Андрея возводить в абсолют, что, как бы, святой жизни человек, нет. Но все-таки как-то уважаемый человек, да, и поэтому тоже такая радость священнического сослужения, вот, это только милость Божья. В общем, в Москве вы столько чудес увидели, побывали в таких святых местах, но ведь побывали вы и в главной святыне, в главном, как бы, духовном центре России, который считается, да, вот многое, с 19 века, Оптина пустынь. Конечно, я думаю, любой православный человек мечтал бы там побывать, потому что мы знаем, что там такие старцы знаменитые служили, да, туда ездила вся интеллигенция, не просто верующие люди. Там Лев Толстой побывал. И, насколько я знаю, вот старец Амбросий Оптинский, он послужил даже прообразом старца в книге Достоевского «Братья Карамазовы». Он с него писал. То есть это старчество пошло именно, возродилось, можно сказать, с Оптиной пустыни, да, и все это пошло. Как вы там оказались? И, по-моему, она же была закрыта все-таки, когда вы туда поехали. Случилось, что как раз было Рождество Иоанна Критечи, мы выехали из Николопешнорского монастыря, там были на ночлеге в 3 часа ночи, и в 8 часов утра мы были уже в Лавре, ой, в Лавре, простите, в Оптиной пустыне, в Оптиной пустыне, и как раз попали на божественную литургию. Вот у меня уже на День Ангела было, вот всю литургию отстояли, вот, там встретил, не знаю, как зовут, это Схи Архимандрита, такой, ну, видно, что старчик, вот он, я шел с дочкой, а он так на меня посмотрел, так мимо шел просто, так глазками посмотрел, улыбнулся, так подошел ко мне, достал конфетки, дал дочке, вот, и побежал дальше. Вот, ну, просто вот чудо, чудо, но по-другому не назовешь. И, кстати, Оптяна пустынь открылась за два дня до того, как мы приехали, то есть она была закрыта до посещения паломников. Мы этого не знали, мы узнали это как раз, когда приехали. То есть если бы мы приехали раньше, мы бы попали в закрытый монастырь, потому что, ну, когда пандемия была, монастырь был закрыт. И попали как раз в монастырь открытый, и люди были, как бы очень-очень радостно. Потом мы поехали оттуда, поехали сразу к Брату Воронеж, да, у меня как Брат в Воронеже живет. Я никогда не мог подумать, что там такая красота. Ну и мы решили следующим днем, получается, на ночей кастаться и поехали. Вот замечательное это Дивногорие, Белогорие и, ну, получается, все вот эти местные красоты, в которых мы побывали. В Белогории что? А что у нас запомнилось? В Белогории то, что он находится прямо на реке Дон, вот, гора находится, и, получается, раньше, вот, что мне вот прям запомнилось, то было больше трех километров туннелей, сейчас осталось чуть-чуть меньше километра, потому что большевиками было взорвано более двух километров, а люди копали обычными кирками. Начала Мария Шерстюкова по примеру, как бы, святых отцов Киево-Печерской лавры. Небольшую историю расскажу. Она была из знатной семьи, вот, и замужем за, конечно же, тоже знатным человеком. Когда он скончался, она вела такую не очень положительную образу, ну, как бы, так сказать, уныние, отчаяние, и выпивала много, вот, и вела такой разбойный образ жизни, можно так сказать. А потом поехала на Богомолье и на покаяние в Киево-Печерскую лавру, и там ее старец наставил, сказал, езжай на то место на родину свою, и там основы, вот, пещеры. Вот, и она по его благословению приехала и начала копать. У нее был помощник, блаженный Василий, если не ошибаюсь, вот, они копали и сошлись вместе, то есть он с одной стороны копал, а у нас с другой. И они сошлись в ровно в одном месте, и у них арка целая, то есть соединенная, то есть до сих пор видно вот его тоннель и ее тоннель, и сошлись. И самое удивительное, сейчас новые монахи, они недавно вырыли одну келью, ну, как бы, еще такое, для паломников сделать, там, как бы, такую музейную часть такую, чтобы для паломников было понятно, там, исторически вообще. И они, там, современными технологиями, бензопилами, там, лазерами вымеряли, чтобы попасть тоже в арку, они промахнулись на 15 сантиметров, и они просто, они промахнулись. Хотя вымеряли все точно, действительно, вот, раньше, по вношению святого духа, да, вот, оба с разных сторон копали, пал, все лишь кирками, вот, удивительно очень. А там бензопилами, то есть четыре человека два месяца рыли, два месяца рыли вот эту небольшую комнатушку. То есть на всем протяжении вашего путешествия с вами случались чудеса. Так вот, я, что у вас хотелось спросить, многие люди наши, современники, да и не только современники, по примеру апостола Фомы, да, как он говорил, не поверю, пока не вложу персты в свои, не увижу у Господа раны, да, следы, так и наши многие православные жители говорят, не поверю в Господа, пока чудо мне не явит. А насколько я понимаю, ваше путешествие, оно с самого начала было чудом, потому что, когда я смотрела ваш прямой эфир после вашего путешествия, я так поняла, что у вас деньги были только на бензин, вы говорили, в один конец и все. Как вам удалось только посмотреть? Это чудо было Господне? Да, у меня было всего три тысячи, вот, и я, как ехать, да, поехали, как-нибудь поехали, не оставил. Вот, ну, естественно, у меня как бы подписчики, да, я написал, что буду у каждых святынь молиться, вот, ну, если, как бы, абсолютно бесплатно молюсь, но если у кого-то есть добровольное желание пожертвовать как-то, то, как бы, всегда прием принимается. И так вот сподобило Господь, что хватило и на бензин, и обратно, и там, как бы, мы тоже, как бы, мы могли, вот, и скуфику себе приобрел там, и сидеть, он какие-то тоже в монастыре купили, вот, такие сувениры, можно так сказать, на память. Ну, всего хватило, и я даже не думал о том, что я не рассчитывал, что сейчас мне помогут. Я просто поехал, потому что ехал к цели, к благой, как говорится, ехал посетить святыню. У меня не было других каких-то корыстниц или каких-то там, для себя просто хотелось посетить, потому что мы, знаете, к сожалению, многое посещаем, ну, вот, в последние времена, да, вот, мы посещаем многое, кроме храмов Божьих, да, мы пытаемся везде побывать, там, мечтаем побывать на море, там, где-нибудь в других странах, ну, а побывать просто в местах нашей истории и, самое главное, нашей веры, где, допустим, храм, там, 16 века, там, 17 века, да, там, действительно святыни. Мы, опять же-таки, были планы всего три святыни посетить, посетили очень много, и каждый раз это было для нас открытием. А вот, где мы, повторюсь, Белогоре, оно открылось только вчера, то есть мы позвонили, они сказали, мы сегодня открываемся, и мы приехали в день открытия после коронавирусной инфекции, когда было закрыто, вот, он открылся как раз в тот день, когда мы приехали. А мы туда не планировали вообще, я даже о нем не знал, вот, когда вот просто встал, приехал, и он открылся в этот день. Действительно чудо Божье. Настолько вот все легко далось, я даже, как, знаете, как будто бы это было не со мной, как будто бы было во сне, потому что мы вот просто всецело доверились Господу Богу, что мы, как бы, на себя надеяться зачем? Мы просто какие-то мошки, да, а мы, как бы, Господь Бог нас всех сохранил, и, как бы, бабочками прилетели, вылетели в Москву мошками, прилетели бабочками, окрыленными после, действительно, таких святынь и таких, не то чтобы чудес, а вот такой милости Божией на нас, которая произливалась с каждым разом, с каждым днем. Так что выходит тогда, по примеру, вот Библия, да, как говорят, доверись своей пути Господу, он тебе поможет. То есть, если я собираюсь путешествия, я полностью могу положиться на Господа, на Его волю и ничего не бояться. Ведь мы, прежде чем куда-то поехать, мы же думаем, планируем, хватит ли мне денег, надо договориться, гостиницу забронировать. Или все-таки можно положиться на волю Господа? Тут нужен труд над самим собой, работа и, конечно же, постоянное, постоянное познание, как бы, себя, вот, своего недостоинства перед Господом Богом, а это нам только поможет пост, молитва, да, как что-то, почитать житие святых, которых мы, когда мы знаем, вот, чуть-чуть прервусь, скажу, как отец Андрей Ткачев на службе, когда служили с ним, он, когда поминал святых на обычном способе, он поминал святых, которых я не знаю даже, но он их поминал, как своих друзей. Он их всех знает, и он прямо поминал столько, и так мне понравилось, что он их всех знает, как вот я знаю вас, как вы знаете меня, он знает этих святых, то есть он изучил их святые, жития святых, изучил их, кто ты. Так, вернемся, как к поездке, да, когда, маленький пример такой, молодой проповедник боялся всегда проповедовать и подошел к такому старцу, который своими проповедями собирал полный собор людей и спросил, отец, научи меня проповедовать, он сказал, да что учить, я просто выхожу и проповедую, Господь говорит моими словами. Ну, точно так же проповедник встал, вышел на проповедь, сказал, ну, сейчас Господь мне все скажет, а Господь ему говорит, ленивый ты, то есть не потрудился, ничего не сделал и решил, что так вот у нас все будет. Поэтому здесь как бы нельзя вот так вот просто взять, поехать, а Господь мне все сделает. Надо понимать все, работать над собой, доверять Ему, и если самое главное случается с нами беда и горе и несчастье какое-то, сказать, слава тебе, Господи, что ты не оставил меня и вовремя уберег от большей беды, да, вот маленьким несчастьем, там, горем, там, болезнью, может, когда скорбью, ну, это тоже надо верить, что если что-то случилось, это мне во смирение, а не то, чтобы там, я даже, я, допустим, к примеру, в поездке все время ждал, что у меня сломается машина, потому что я каждый, там, 100 километров заглядывал под капот, потому что уже знаю, уже в прошлом году, когда Москву ездил, она у меня ломалась каждые 100 километров, то есть была поездка, я тоже в этой поездке точно так же ждал, что сейчас меня Господь будет смирять, за мою самоуверенность. Слава Богу, нет, проездила, вот я за месяц 6 тысяч километров проехал, и вообще ни разу никаких проблем не было, слава Богу. Если еще раз представится возможность, поедешь с папой, с мамой по святым местам? Ну, знаете что, я вам скажу, мне там понравилось, я люблю Москву, но не совсем, потому что больше искушения нет. Как говорится, уставим младенца глаголит истина. Жаль, что не все взрослые это понимают. Спасибо вам, отец Дмитрий, за столь поучительный, интересный рассказ. Я желаю вам еще в дальнейшем таких же интересных путешествий, вот, вашему храму процветания. Пусть все получится, прихожан вам и помощи нашего Господа. Хотелось бы просто сказать, везде, на самом деле, везде, где бы мы ни были, за столько, как же, за 2000 лет вообще существования, как бы есть, везде святыни, на самом деле, и в той же Анталии, и в Турции. И просто я всем советую, кто бывает в отпуске, не забывайте то, что свою принадлежность, да, христианина, и посетить не только, как говорится, отдых для тела, но и для души тоже, чтобы посетить святыни, которые у нас есть, которых мы знаем. Можно, как говорится, и отдохнуть и телом, но и про душу не забывать. Субтитры создавал DimaTorzok